Вот представь, если ты речью не овладела, или молодец, не овладел речью, и он такой делает предложение, и так, ой, ты выйдешь за меня или не выйдешь? И как-то вот так, косноязычный, ты говоришь, бля, нафиг ты мне нужен, ты что, поговорить не можешь? То есть, обязательно надо овладеть речью мужчины и женщины. Он делает предложение какое? Красивое, любвеобидное, мать-бысящее, наше, на нашем языке. Нет, предложение, писе, соглашаешься. Как ты соглашаешься? Слава охотлива? Славненько соглашаешься. Ну, вообще, по древней русской мудрости, если сказки читать, надо два раза отказать, а на третьей согласиться. И еще три желания, чтобы выполнить. Да. Потому что вначале, заметьте, мы вам секретик раскрываем, вначале П подвиг, а потом С свадьба. И вы должны его послать. Проверить. Проверить. Молодец, видишь, ты уже считаешь бога. Вначале П подвиг. П проверка. Знакомство с восстание предков. Н, восстание предков. То есть, он должен сделать для тебя подвиг, а потом ты должна только согласиться. И желательно, что? Три подвига. Зачем? Пах троицу. Вот. И тогда у тебя будет все семейная жизнь, все сказочное. Потому что ты по сказочным заповедям все сделал. Ты говоришь, вот, как в сказке написано. Видите, народная мудрость, она прикольная, полезная.